Что касается перспектив, то существует реальность, в которой Россия и Армения между собой достаточно тесно связаны, на практическом уровне. Эта связь существует, осуществляется, даже в какой-то степени развивается. И я думаю, что эту тенденцию практических отношений очень непросто будет изменить, и, возможно, даже никто этого и не хочет, и не собирается делать. Ничего исключать в этой жизни, конечно, нельзя. Но существует уровень практических отношений, и он вполне, надо сказать, прочный. Я еще раз повторю, было бы неразумно исключать самые удивительные варианты развития событий, но то, что такой уровень практических отношений существует, в этом тоже нет сомнений. Я бы разделил здесь вопрос на разные уровни. Есть уровень того, что мы называем, ну, называем, так сказать, такой политической публицистики, если хотите, политических деклараций. Это одно. Но всегда надо отличать вот этот уровень декларативный, вот этот уровень такой вот разговоров от практических дел. Часто публичная риторика не отражает характер развития реальных отношений в реальном секторе. Значит, поэтому, первое, я бы не преувеличил значение этой риторики, каких-то негативных высказываний. Второе. Ну, при всем уважении, так сказать, все-таки телевидение, это средство массовой информации. Журналисты никогда не представляли государство. В лучшем случае они представляют свой СМИ. Вот. Это касается всех журналистов во всех странах. Во всяком случае, я считаю, что так. Это как-то застреливает понимать, реагировать на заявления блогеров, журналистов. Может быть, и надо, но не в том смысле, что, ну, тут не линейно, а просто рассматривать как элемент понимания в целом достаточно сложной картины общественного мнения в той или иной стране.